Музыка Потеряли еще один год, если примете этот бюджет, потеряете не год, а еще примерно три. Все дело придет к мобилизационной экономике. Есть еще возможность поправить эту ситуацию. На открытии сессии осенней я, выступая от имени партии и фракции, вам предложил реальную программу вывода страны из кризиса, над которой работали лучшие специалисты, и существенное увеличение бюджета. Если бы вы хотя бы приняли две-три позиции, связанные с налогами на самых богатых, госмонополий на спиртоводочную промышленность, и хотя бы немного сократили отток наших капиталов, то бюджет мог бы быть 22, а в лучшем случае 25 триллионов. Это был бы уже бюджет развития. Сегодня мы обсуждаем бюджет обнищания страны и дальнейшие развалы экономики. Мы в этом участвовать не желаем и категорически голосовать будем против такого бюджета. Меня больше всего возмущает принцип формирования бюджета. Он носит сугубо колониальный характер. Продаем сырье, взвинчиваем цены и обираем граждан. Если чего не достает, дань накладываем на детей, стариков, чернобыльцев, всех, кого только можно. Вообще это бессовестная политика. Предлагают жить нам в условиях кризиса в ближайшее время. Мы этому курсу не доверяли и не доверяем. Мы считаем, что правительство это не справляется и не справится. Можно отправлять на доработку в соответствии с 204 статьей, но уверен, что они не справятся. Хотя, может быть, сегодня это был бы и лучший вариант. Назову вам конкретные 10 причин, почему этот бюджет не годится. Голосуйте каждой по совести. Этот бюджет подрывает единство страны и стабильность, чем мы в последнее время гордились, и чего добивается президент. Но самое печальное, он гарантирует углубление раскола в обществе. 10% самых богатых сосредоточили в своих руках почти 90% национальных богатств. Этого нет ни одной страны, ни Африки, ни Латинской Америки. Это позорные ситуации, которые заканчиваются всегда плохо. Этот бюджет не учитывает расстановку новых сил на мировой арене и новые риски. Президент Путин, выступая в ООН, особо обратил внимание, что нас пытаются зажать в клещи, трансатлантическое партнерство готово, готовится Тихоокеанское. По одному из нас выдавливают из Европы, а по второму не хотят пускать для нормальной работы в Азию. Посмотрите вы бюджет по Дальнему Востоку и Сибири, вы его урезали на 37%, на что вы рассчитываете в будущем, в принципе. Если посмотреть на этот бюджет с другой стороны, он плодит бедность, нищету и безработицу. Каких нищих там 22 миллиона? Пол страны живет на 15 тысяч рублей и менее. Эти цены, деньги обесценились двое. Ну попробуйте на 8-10 тысяч протянуть, вы не протянете. И плюс, все растет, цены, тарифы и так далее. Это совершенно ненормальная политика. Взяли и обложили новым налогом дальнобойщиков. Хотите организовать массовые заторы на всех дорогах, чтобы до Пскова доехать, надо 23 тысячи платить. Потому что с ума сошли, кто внес эту норму, ее надо немедленно отменять. Если посмотреть на указы президента, вы полностью их перечеркиваете. Это вопрос большой политики. Вам президент этого не простит, когда он разберется во всех деталях. Если посмотреть на социальную сущность, усиливается эксплуатация трудящихся. И две цифры. Прибыль 970 миллиардов растет, а фонд оплаты труда на 517 миллиардов сокращается. Это означает, что вы не хотите платить и будете заставлять всех уколоть в два раза больше. Это бюджет не социального, абсолютно не социального. А криминально-олигархического государства, он антиконституционен по своей сути. Берем, за год продали сырья, народного сырья на 20 триллионов. Опять бюджет оказалось только 8. Дать 12 триллионов своей иностранной олигархии, это вообще сумасшедшая цена. Ну возьмите оттуда хоть 4, и вы залатаете все дыры. Дети войны. Детям войны не можем 140 миллиардов заплатить, а 2 триллиона банкирам дали в течение одного года. Мы немедленно должны принять по детям войны, иначе нам стыдно завершать год 70-летия побед. Из 100 рублей расходов, гляньте, 3 рубля на здравоохранение, 3 рубля 60 копеек на образование. Вот вам называли 15 тысяч населенных пунктов, не имеет медицинского обслуживания, и за год вы 500 школ закрыли. Ну какой же это социальный государство. А по пенсионерам, они уже заплатили, вы обязаны им вернуть все. Вы даже не хотите выполнять закон, связанный с компенсацией в связи с ростом инфляции. Ветхое жилье, программу выкинули. У нас же за 10 лет ветхого и аварийного жилья увеличилось в 5 раз. Индексация материнского капитала тоже ноль. Жилье для детей-середых, 200 тысяч, обрезали по самую ручку. Ни одного рубля на детское оздоровление. Ну и с чем пойдете к избирателям? И вообще, что это за политика, когда обираете всех самых слабых и не хотите тронуть самых богатых? Кто вам мешает это сделать? Вам все равно это придется делать, но будет поздно. Что касается модернизации и импортозамещения, он полностью этот бюджет перечеркивает. Ведь не бывает безопасности без электроники и радиотехники. Посмотрите, вы на 10% даже эту программу только начали кое-что делать свое, вы ее просто подрубаете на корню. Если посмотреть в целом на промышленную политику, ведь мы закон прекрасный приняли, вы поддержали. Мир вступил в четвертую промышленную революцию, там совершенно новые технологии, там нужны математики, мозги, биотехнологии, там пусто. Сначала Академию отдали этому идиотскому фоно, теперь обрезали по ручкам, а потом будете бегать и говорить, где купить ничего, вы нигде не купите. Нам новые технологии еще не продавали и продавать не будут. Поэтому надо суда вкладывать, а село закрит отвали на 2 триллиона рублей, и теперь говорят, мы ему много дали. Чего вы дали? Вы дали, как и раньше, 1,4 от расходной части, плюс половина обесценилась, вы ничего не дали. Вы поддержите хоть то, что началось, народные предприятия. Что касается дальнейшей распродажи страны, ну думал успокоиться, наконец, ничего похожего. Обратились к Медведеву, поддержал мою родную Орловскую область, 3 клубных племб совхоза. Отдайте в собственность области, мы их сделаем образцовыми. Что дошло, вернул назад и будет продавать. Каким образом продавать? Все обесценилось на этом рынке на 47%. Опять все сточную канаву спустят, в принципе. Если посмотреть незавершенку, 9 тысяч объектов, где ваши эти народные контролеры, все, что вокруг обочины дороги ходят, 9 тысяч объектов на 1 октября ввели 20 объектов. Да поставьте на жесткий контроль, откуда еще 360 объектов деньги вложили, размазали, не хотят вводить. Откуда что возьмется? Оно не может взяться ниоткуда. Если посмотреть регионы, ну, выплодите сепаратизм. Только что от него ушли. Президент столько усилий предпринимал и всему вместе. Ну, каким образом они будут работать, когда выше 60% цент, а на них все, что от рождения до похоронки, теперь все на них буквально. У них долги вырастут на 400 миллиардов, это будет 2 миллиарда 600. Ну, и если посмотреть доноров, я посмотрел, осталось всего 9 регионов из 85. Каким образом? Вот объясните, каким образом? И дальше засовывают всю страну в эту жуткую долговую яму. Вот посмотрите, у нас только на процентов обслуживание долгу по этому бюджету 645 миллиардов больше, чем на статью по здравоохранению, образованию, жилищно-коммунальному хозяйству и так далее. И еще туда же, и регионы, и все в куче и так далее. Но заначку в 7 раз увеличили. Значит, правительство всего боится на свете. Вот пусть у меня лежит 1 триллион 200 миллиардов, поблагодарить надо Голику, умница и смелый человек. Я внимательно слушал, всегда слушаю с удовольствием. Конечно, в заключении там не было о том, что надо было поддерживать. Но, видимо, из нее выжили эту последнюю фразу. Но дело не в последней фразе. Дело в том, что гигантские деньги лежат вот-вот под лавкой. Не хотят взять для того, чтобы и производство развивать, и селу помочь, и детям войны в первую очередь отдать, и пенсионеров и так далее. Вот они лежат. Сумасшедший день. Кто вам мешает? У вас власти больше, чем у царя, иебецкого фараона, и американского президента вместе взятые. Соберитесь, обсудите и принимайте нормальные документы. Иначе будет плохая ситуация. Редактор субтитров А.Семкин